Александр Васильевич Александр Горько, когда он является современником описываемых и изучаемых событий. Это значит что? Где, собственно, начинается современная история или история современности? Как ее изучать? Какие приемы использовать? Как заинтересовать студентов в этом? Это отдельная огромная задача. Двухтысячные годы Это годы, которые охватывают, на наш взгляд, период с 2000 по 2009-2010, если говорить с чисто хронологической точки зрения. Но в действительности дело обстояло таким образом, что Российская Федерация в это время прошла очень ответственный в своей истории период, насыщенный очень многими яркими событиями, которые заложили фундамент сегодняшнего развития нашей страны. Независимо от того, возьмем мы экономическую сферу, политическую, военно-политическую, геостратегическую и так далее. К 2000 году Россия прошла уже определенный, очень сложный в своем развитии период 1990-х годов. Сегодня он на слуху как время очень нелегких решений, огромных сложностей, с которыми столкнулся российский народ, да и правительство тоже. Все это накладывалось на высокую турбулентность в мире, ускорение целого ряда геополитических процессов, связанных с тем, что на огромной территории Земли значительное большое государство, Союз Советских Социалистических Республик распался. И после этого возникшая в Восточной Европе, в других частях земного шара турбулентность определяла многие процессы. Все уважаемые коллеги слышали о финансовом кризисе 1998 года. Этот кризис был большим испытанием для Российской Федерации. Конечно, вы спросите, а чем была вызвана такая неудача, такой серьезный уход в пике нашего правительства и в связи с этим серьезные изменения в высших эшелонах нашей власти? Взамен руководителя правительства, серьезные очень политические дискуссии, огромное недовольство народа. Надо понимать, что 1998 год, финансовый кризис этого периода, был во многом связан неудачами предшествующего социально-экономического развития в нашей стране. К этому времени государственный бюджет сводился с дефицитом, и с каждым годом дефицит возрастал. Кроме того, мы взяли за моду, которая критикуется сегодня и справедливо, занимать значительные суммы денег за границей. И наше правительство это практиковало. Это лишь увеличивало серьезное напряжение в экономике тех лет. Такие задолженности, безусловно, ставили правительство, государство и правительство как государственный орган важнейший в очень трудное положение перед собственным народом, а также в случаях, когда надо было справиться с финансовыми обязательствами, которые правительство брало на себя. А деньги надо было где-то находить, изыскивать. Один из способов был найден, он широко известен, в то время весьма популярный, но неудачный, как показала практика, особенно вот этот самый финансовый кризис 1998 года. Государство практиковало заимствование в форме государственных краткосрочных облигаций у крупных банков. И в конечном счете, к концу 90-х годов ситуация сложилась таким образом, что с банками оно не могло рассчитаться вовремя. Мы не могли по зарубежным кредитам даже обслуживать собственный процент. И эти кредиты в процентном отношении становились для Российской Федерации неподъемной ношью. Все это неким образом переплелось и как бы сложилось в одной точке августа 1998 года, когда правительство во главе с Кириенко Сергеем Владимировичем объявило дефолт. Этот дефолт был связан с тем, что государство, правительство в первую очередь, банковские структуры были не в состоянии найти взаимодействие. А государство не могло рассчитаться по своим долгам в те сроки, которые были обозначены. Дефолт означал резкое падение курса рубля по отношению к иностранным валютам, невозможность целого ряда кредитных организаций в целом нашей стране выплачивать необходимые финансовые ресурсы по долгам гражданам, по этим займам, предприятиям и многим другим. Это было глубокое падение финансовой политики, промышленной политики в стране. И выйти из этой ситуации неким однозначным, единым шагом было невозможно. Новое правительство, правительство Евгения Максимовича Примакова, которое начало функционировать в 1999 году, столкнулось с этими проблемами. Они были видны в полном объеме. Было важно организовать глубокую реструктуризацию финансовой и экономической политики в стране. В первую очередь, в опоре на реальный сектор экономики. И такие задачи ставились. Серьезные коррективы в курс страны и дальнейшее развитие буквально всех направлений, включая экономику, социальную сферу, политический круг вопросов, необходимых для решения. Все эти сюжеты были скорректированы решением президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина в тот период уйти в отставку. Сделал он это добровольно. И поэтому в начале 2000 года для страны стала задача избрания нового президента и по возможности и необходимости выработки нового финансово-экономического, социально-экономического, промышленного курса для страны. Все это было очень актуально. Премьер-министром или председателем правительства Российской Федерации с августа 1999 года работал Владимир Владимирович Путин. Человек не новый в политике, хорошо известный своими твердыми убеждениями и взглядами. И поэтому понятно, почему широкие круги высших эшелонов власти нашей страны, элит, народа, серьезно поддержали кандидатуру Владимира Владимировича Путина на пост президента Российской Федерации. Состоявшиеся выборы в начале 2000 года привели к его победе, причем безоговорочной. Буквально с первых дней руководства страной были обозначены четкие ориентиры, причем не краткосрочного характера, а долгосрочного характера социально-экономического и политического развития страны. Итак, придя к руководству страной, правительство во главе с Михаилом Михайловичем Касьяновым, ну, по существу, осуществляя государственный курс социально-экономического и политического развития под руководством Владимира Владимировича Путина, обозначило несколько принципиальных ориентиров. В их реализации помогала нефтяная конъюнктура в это время. Цены на нефть, ну, и привязанные к ним цены на газ, в этот период были достаточно стабильно высокими. Этот процесс начался еще в 1999 году. Необходимо было решить или обратить внимание, решая на целый ряд проблем, которые очень волновали новое руководство. В экономике страны мы наблюдали такой процесс, как формирование олигархической группы, которая владела значительным количеством финансовых и иных активов. Во-вторых, наблюдалась серьезная социальная дифференциация в нашем обществе. Незначительная часть населения, порядка 10%, владела, вы не поверите, 31% денежных активов. А 10% социально ослабленного населения владела с точки зрения денежных активов лишь 2,4%. Поэтому надо было чрезвычайно серьезно обратить внимание на это тяжелое социальное расслоение нашего общества. Кроме того, мы должны были понимать, что развивать и укреплять обороноспособность и безопасность страны, так как это делалось в 90-е годы, больше невозможно. Количество угроз для России, и не только с точки зрения террористических угроз и опасностей, значительно возросло. Поэтому эти сюжеты надо было серьезнейшим образом пересматривать, дополнительно обращают в укрепление обороны значительное количество финансовых ресурсов. Не скажу, что все это понимали, но одна из задач нового руководства – это как раз консолидация в политическом смысле нашего общества, политическая консолидация и модернизация соответствующая различных структур, имевшихся в государстве. И постепенно вокруг нового социально-экономического курса страны стала формироваться политическая элита единомышленников. Это, конечно, трансформировалось незамедлительно и на достаточно широкие слои нашего общества. Поверьте, консолидация различных звеньев руководителей или элит в нашей стране всегда очень важное дело для проведения любого курса. Да, я думаю, вы прекрасно понимаете, что это характерно не только для Российской Федерации, для любой страны. Важными решениями было решение целого ряда проблем через реформирование экономики и социальной сферы Российской Федерации. В 2001-2004 годах последовательно были проведены банковская реформа, создан стабилизационный фонд, осуществлена, и это очень важно, таможенная реформа в стране. Принято целый ряд решений, связанных с укреплением обороноспособности страны. Мы стали лучше понимать, каким образом осуществлять твердую, иногда ее называют монетаристскую, но тем не менее твердую, в пользу государства и общества, финансовую политику внутри страны. Правительство, пришедшее на смену Касьянова, Михаила Ефимовича Фродкова, работавшего председателем правительства Российской Федерации в 2004-2007 годах, и Виктора Алексеевича Зубкова, понимали, что этот курс надо продолжать, и твердо это делали. В 2005-2006 годах серьезным образом стала проблема не только реформирования экономики, финансовой сферы, но и организации поступления дополнительных финансовых ресурсов по социальной линии. Так стала воплощаться в жизнь новая идея, замечательная идея, которая сегодня не потеряла никакой актуальности, несмотря на все пандемические, так сказать, сложности для нас. Идея нас в проектах. Первых проектов было несколько. Вы это, я думаю, помните, и вполне возможно, с положительным воздействием их вы и ваши родители сталкивались не раз. Проект образования, нацпроект, нацпроект здравоохранения, нацпроект жилье, сельское хозяйство. С 2006 года еще и нацпроект «Материнский капитал», который пользуется в нашей стране, как вы знаете, без всякой иронии, говорю, огромной популярностью. И это очень хорошо, потому что мы прекрасно понимаем, что такое демографическая яма 90-х годов. По самым скромным подсчетам, мы не досчитывались к 2000-2001 годам 3,2 миллиона человек по России. Где прирост? И это задача, конечно, государственного уровня. Мы прекрасно все это понимали. И реализация национальных проектов серьезнейшим образом дала уже в самые ближайшие годы позитивный результат. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что многое из того, что сделали в этот период, опиралось на серьезный политический фундамент в нашей стране, укрепление политической вертикали, как мы иногда говорим, но на самом деле политической системы. То, что Владимиру Владимировичу Путину, который заступил премьер-министром нашей страны в 2008 году и закончил эту работу в 2012, встав в 2012 уже президентом Российской Федерации, вот ему в 2000 году досталось неоднозначное сложное наследие с точки зрения политической системы, децентрализованная политическая система, так сказать. Необходимо было укреплять позиции правительства в Государственной Думе уже третьего созыва, который работал на тот момент. А в Государственной Думе четвертого и пятого созыва это проправительственное ядро было серьезным образом укреплено. Единая Россия стала обладать конституционным большинством в Государственной Думе. Думе и решения стратегические можно было уже даже до 2020 года. Мы уже планировали такой горизонт до 2020 года спокойно принимать в политическом смысле и развивать. Сама партия «Единая Россия» серьезно укрепилась. Она стала ориентироваться на нужды людей. Очень важное событие произошло в начале нулевых – это формирование федеральных округов. Их было несколько мощные федеральные структуры, которые помогли прекратить процесс децентрализации страны. Усилился процесс федерализации, Россия, конечно, окрепла. Без этих политических шагов невозможно себе было мыслить и преодоление кризисных явлений в девятом-десятом годах, и последующих сложностей, и многого другого. Как вы видите, дорогие коллеги, в эти годы страна прошла очень ответственный исторический рубеж. Легко было оступиться, пойти, если можно так выразиться, не в ту сторону, заблудиться в лесу мировых отношений. Среди акул, крупных государств, экономически развитых, которые видели Россию только с одного боку, с одной стороны, как продолжение той линии, которую проводили руководители в 90-е годы. Быть неким сырьевым дополнением тех технологических успехов, которые достигал мир уже в этот период. Но переломный момент наступил, и он очень важен, относится как раз к этому периоду, когда Россия поставила и решала, и продолжает решать задачи инновационного развития, нового технологического уклада, когда значительные финансовые ресурсы вкладываются в человеческий капитал, когда мы прекрасно понимаем, что такое диверсификация отношений внутри оборонно-промышленного сектора. И он во многом сегодня на конверсионных началах выполняет гражданские проекты, высокотехнологичные, которые крайне необходимы нашей стране. Оборонно-промышленный сектор, начиная с 2005-2006 годов, получил значительную финансовую поддержку. И сегодня российская армия входит в очень узкое, ограниченное количество армий мира, которые называются самыми лучшими. И я думаю, если без лукавства, то вы обратили внимание, что так называемые инфраструктурные проекты, дороги, мосты, развитие транспорта в вашем регионе, даже самые простые дороги, за это время, с точки зрения своей оснащенности, удобности, человеческой комфортабельности, все это шагнуло вперед. Это то, чего мы достигли, решая задачи, которые встали перед страной в самом начале 21 века. И, надеюсь, будем решать их с той же степенью успеха и подъема в нашем обществе. А у государственных мужей, уверен, найдется и сегодня, и в ближайшей перспективе, и мудрости, и политической воли. Не терять эти ориентиры из виды и продолжать тот политический курс, который был в свое время так удачно заложен, определен и развивается. Благодарю вас всех за внимание. Редактор субтитров А.Семкин